Концерт для Чакли Наверное, многие из вас, оказавшись наедине с природой, попадали в эту странную и необъяснимую ситуацию, о которой я сейчас расскажу. Ну вот, допустим, пошли вы в лес за грибами, и вот буквально, как только вы вошли в этот лес, с вами начинают происходить мелкие и досадные неприятности. То ветка по лицу хлестнет, то зацепитесь ногою за какую-нибудь кочку или корягу и завалитесь на ровном месте, или же на сухой поляне вляпаетесь по колено в какую-нибудь лужу или болотину, да еще и в сапоги воды наберете. И вот эти вот мелкие и досадные недоразумения начинают преследовать вас постоянно и только усиливаются. И вы подспудно начинаете понимать, что над вами как будто кто-то издевается. Ну и вы, соответственно, начинаете злиться. А этих неприятностей становится все больше и больше. Знакомая ситуация. И ведь для каждого такие вот истории и заканчиваются по-разному. Кто-то сразу выходит из леса, злой и раздосадованный, и тут же неприятности прекращаются. Кому-то везет меньше, и он ходит кругами и блуждает часами по абсолютно знакомому лесу. Ну а кто-то не возвращается уже никогда. А обращали ли вы внимание на то, что когда вот вся эта чертовщина происходит, то сопровождается она некоторым действом. То тень где-то сбоку мелькнет, то трава зашевелится, как будто по ней пробежал кто-то маленький. То ветка неожиданно хрустнет да так, что вы аж вздрагиваете от испуга. И вас не покидает ощущение присутствия в этом лесу кого-то еще. Их называют по-разному. Сами же называют их чакли. И они не то, чтобы их не бояться. Они умеют с ними договариваться и даже сотрудничать. В одном из своих выпусков я уже рассказывал вам саамскую народную сказку о чакле. Ссылка на эту сказку будет в описании. Но все же перед тем, как продолжить свой рассказ, напомню. Чакли, согласно мифологии саамов, добродушные, но озорные гномы. Саамы считают их обитателями подземного мира. Существуют ли они на самом деле, пусть каждый для себя решает. Я же в этом нисколечки не сомневаюсь. Так же, как не сомневается любой сельский или деревенский житель в существовании леших, домовых или других существ иного порядка. Когда чакли выходят из своих подземелий на поверхность, то первое, что они начинают делать, это озоровать и проказничать. В общем, ведут они себя, как маленькие дети, которыми по сути и являются. Взрослые чакли на поверхности практически не бывают. У них, видать, и в своих подземельях забот хватает. Ну вот, например, этим летом любимая их забава была взять и спрятать какую-нибудь вещь. Вот только что она лежала на видном месте, и вот ее нет. И искать ее бесполезно. Мы-то люди привычные, знаем, что никуда она не денется. Поиграют, да отдадут. Так, собственно, они и делают. Но и тут они без шалости обойтись не могут, потому что пропажа обычно обнаруживается в самом неожиданном месте. Почему и зачем они это делают? Да потому что и за тем же, что и мы. Ну вот, например, а вы когда-нибудь лазили темной ночью в соседский сад за яблоками, а в заброшенный дом забирались, а от сторожа или какой-нибудь злой бабки с визгами убегали? Ну а прежде чем убежать от злой бабки, вы ее долго и упорно злили? И вот теперь скажите мне, так ли вам нужны были эти яблоки? Может быть, вы охотились за эмоциями и ощущениями? И всегда ли ваши шалости были столь невинными? Ведь именно в погоне за эмоциями так легко переступить ту самую невидимую грань. Конечно же, не менее яркие эмоции можно испытать, используя не только деструктивные методы, но и методы созидательные. Но во втором случае требуется гораздо больше усилий. И если первый способ приходит к вам сам по себе, и вы его используете до тех пор, пока вас никто не остановит, то второй способ вам должен кто-то показать и научить ему. И это именно то, что люди привыкли называть добром и злом. У чакли же таких терминов попросту не существует. И так как чакли, по сути своей, являются существами милыми, то второй способ получения эмоций они также с удовольствием принимают. А еще они очень любят музыку. И вот об этом будет мой дальнейший рассказ. Пошли мы как-то раз с Серегой Делюдкой на рыбалку. Дня два, что ли, бродили. Ну и понятное дело, рюкзаки тяжелые, палатки там всякие, спальники, прочая снаряга. Так еще и рыбу наловили. В общем, ушатались мы знатно. А еще же и обратно идти. А тут, как назло, погода испортилась. Дождь зарядил, ветер поднялся. В общем, все прелести экстремального похода. А дело уже было под вечер. И что-то как-то вообще идти плохо стало. С неба льет, под ногами все скользит, а мы как раз начали подниматься на подъем. А подъем, ну тот, который с рыбного, он и в хорошую-то погоду не особо-то легкий. А тут так вообще, ну полная засада. Идем, под ногами все скользит. Постоянно пробуксовываешь, спотыкаешься. Камни под ногами шевелятся. Ну и рюкзак, соответственно. С каждым шагом все неподъемнее и неподъемнее. Наверх мы поднимались, используя все четыре конечности. Руками за что-нибудь цепляешься и ползешь. Ноги скользят, а рюкзак сверху, как глыба, к земле давит. И я-то еще, ладно, свой рюкзак тащу. А бедный Серега еще и Людкин. Ну, в общем, как-то мы на плату это поднялись, попадали. Языки на плечи закинули. Лежим, отдыхаем. А с неба льет. Ветер дует. И темно вокруг. Ничего не видно. Куда идти? Ну, в смысле, куда идти-то я знаю. А вот как идти? На плату-то ладно. Че там, идешь себе и идешь. Но потом же спускаться. А спуск, я там скажу вам, тот еще. С него, чтоб спуститься, зигзагами идти надо. Причем параллельно наклонной сопке. И не просто идти, а смотреть, куда ногу ставить. А у нас с собой, как назло, даже фонариков нет. Да и толку от этих фонариков. Мы, по сути, в облаках оказались. А под ногами все скользкое и мокрое. Ну, а самое обидное, так это то, что до лагеря-то, в принципе, по расстоянию недалеко. Ну, что там? По сути, спустился, пару километров прошел, и вот он, лагерь. У нас тут вообще нет такого определения, как далеко. Здесь оперируют совсем другими терминами. Ну, такими, как нормально, тяжело и очень тяжело. И вот сидим мы, значит, такие и думаем, как же нам все-таки спуститься, да так, чтобы не по частям внизу оказаться. Ну, а я тем временем полез что-то в карман, а там варган лежит. А я ж перед уходом на рыбалку хотел его с собой взять. Всю палатку перерыл, так его и не нашел. А он, оказывается, у меня в кармане все это время лежал. Или не лежал. Я ведь в этот карман неоднократно лазил. И не было там варгана. Ну да ладно. Не было и не было. Сейчас-то он есть. В общем, достал я его и думаю, дай-ка я что-нибудь сыграю. И тут меня Серега вбок пихает и говорит, смотри. Я глаза поднимаю и вижу огоньки. Их все больше и больше. И появляются они как раз с того места, где нам спускаться нужно. Появились, значит, и замерли. А Людка, как ни странно, молчит. Тоже смотрит. Ну и Серега мне такой говорит, это что, волки? И тут же ему в ответ, волки, это что? Ну и я прям в голос засмеялся и говорю, не, Серега, это не волки. Это свои. А они в ответ. Свои-то, не волки. И уже обращаясь к ним, говорю, ну что, понравилась музыка? Музыка понравилась, музыка понравилась. Закричали они хором. Так это, ну эти, как их, чакли, говорит Серега. А они ему в ответ. Чакли, это, чакли, музыка понравилась. Тут и Людка включилась, смотрит на них и говорит, так вот вы какие, подошли бы ближе, показались бы. А они только смеются в ответ и приговаривают. Музыка понравилась, музыка понравилась. А я смотрю на все это, улыбаюсь и говорю, ну вот, наше спасение пришло. И уже обращаясь к чакли, продолжаю. Давайте договоримся. Мы сейчас первый спуск проходим, вы нам дорогу стелете, и вот там внизу, где белый мох и камень, я вам буду играть. Играть буду, где белый мох. И огоньки вокруг заплясали. Мы поднялись, взвалили на себя рюкзаки и пошли. А вокруг нас только тени мелькают, да огоньки сверкают. И у каждой проплешины, там, где белый мох увидят, они останавливаются и начинают. Музыка, играй музыку. Мох белый вот. А я им, значит, в ответ. А ну-ка, циц, мы про какой мох с вами говорили? Вон там, внизу, где камень. Где камень, внизу. Повторяют чакли и смеются. И так вот мы потихонечку, не торопясь, первый этап спуска и преодолели. Ноги, можно сказать, сами шли. Дошли мы до камня, до белого мха, я снял рюкзак, достал в орган и начал играть. Музыка. 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 Еще, еще, играй, музыка, играй. Опять нетерпеливо загалдели чакли, стоило лишь мне остановиться. Я же не обращаю на это внимания и говорю, вот сейчас вы нас до трех ручьев доведете и там я вам поиграю. Доведете, доведете, до ручьев трех. Опять загалдели чакли и мы пошли дальше. Я играл им не только у трех ручьев, но еще в нескольких местах. И так мы до лагеря и дошли. Ну а в орган я теперь всегда с собой беру. Мало ли что. Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok